Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В чужом глазу соринку видят, в своем бревна не замечают. Хозяева строящихся объектов забыли правила курорта. Елатомский приборный завод представит новинки на выставке с 20 по 23 августа. 19 августа православная церковь празднует преображение Господней, иначе яблочный спас. Сейчас обо всем подробнее. Сергей Сергеев новую рабочую неделю начал с планового по понедельникам личного приема граждан. С какими вопросами к главе курорта обратились инопчане, расскажем прямо сейчас. Марина Нечаева представляла интересы членов садоводческого товарищества «Дружба», постоянная прописка которого в Приморском сельском округе. Один из вопросов, волнующих сегодня постоянно проживающих на территории товарищества жителей, касается движения общественного транспорта. Просьба анопчанки продлить время работы рейсового автобуса в будние дни. Сергей Сергеев поручил провести мониторинг в наиболее востребованные пассажирами общественного транспорта дни и часы. Полученные данные позволят принять решение об оптимизации автобусного маршрута. Еще одна просьба Марины Нечаевой рассмотреть возможность оказания медицинской помощи жителям СОД «Дружба» в Цибанабалке. Этот вопрос также требует изучения, ведь это увеличение нагрузки на сельскую поликлинику. Прежде необходимо предусмотреть наличие необходимых специалистов. Содействие главы Анапы в вопросе организации занятий по вольной борьбе попросил житель Цибанабалки Максим Шараев. Суть вопроса – закрепить помещение за спортивной секцией в Доме культуры поселка Пятихатки. Сергей Сергеев пообещал взять решение этой проблемы на контроль. По всем озвученным вопросам заявители получат подробные разъяснения. У курортного города в разгар сезона есть одно непреложное правило. Все должно служить на пользу нашим гостям. Но то тут, то там хозяева строящихся объектов демонстрируют пренебрежение к этому правилу. Подробности в нашем сюжете. Бабушка с внучкой так и не решилась пойти по этой улице дальше. На углу улицы Маяковского у строящегося дома она повернула назад. Ибо пройти здесь с утра 18 августа было невозможно. Глава города Сергей Сергеев заставил муниципальный контроль наказать застройщика не случайно. У незавершенной стройки с утра вдруг неожиданно убрали забор. А за ним взору открылись кучи строительного мусора. Перерытая пешеходная дорожка справедливо отпугивала пешеходов. Для такого строительного материала у вас должна быть заказана лодочка. Есть в предприятии сети Кристалл 8-кубовые лодочки. Почему вы их не заказали? Странно, что пришлось разъяснять застройщику правила отношения к участку, на котором ведется строительство. Казалось, хороший хозяин и сам должен понимать, что некрасиво выставлять на показ грязь и мусор. Извинения хозяина стройки не принимаются. За складирование строительных материалов управление муниципального контроля составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный статьей 3.2, часть 11. Собственнику установлены сроки в течение дня устранить указанные нарушения. Протоколом об административном нарушении муниципальный контроль не ограничивает свое воздействие на нерадивого застройщика. Требования до вечера убрать территорию и навести здесь порядок мы проверяем в этот же день. Мусор вывезен, но теперь предстоит спланировать территорию, завести новый грунт и проложить дорожки вокруг. Почему бы не сделать это Артему Трапезаняну сразу? Новинки медтехники производства Елатомского приборного завода представят в Анапе на выставке, которая пройдет с 20 по 23 августа. С 20 августа Елатомский приборный завод объявляет акцию «Живите без боли». Медицинские аппараты есть во многих медицинских учреждениях. Теперь они могут появиться и у вас дома. Алмак действует при помощи импульсного магнитного поля против отеков, воспаления и боли. Алмак-02 при этом с успехом сочетает эффективность стационарного аппарата с простотой применения портативного. Магнитотерапия действует на клеточном уровне. За счет этого мы получаем стойкий обезболивающий эффект и стойкую ремиссию. Лечебный эффект достигается разными факторами. Теплом действует аппарат «Фея» при лорзаболеваниях. Комплексно работает урологический аппарат «Мавит». Он предназначен для лечения предстательной железы. В данном случае используются сразу три физических фактора. Это тепло, магнитное поле и микромассаж. Акция будет проходить с 20 по 23 августа. И именно в эти дни вы сможете приобрести Алмак со скидкой 15% в аптеке «Фитофарм», в магазинах «Медтехника» и «Медтехника Озон-2». Адреса на ваших экранах. 19 августа православные христиане празднуют День преображения Господня. В народе этот праздник известен как «Яблочный спас». Считается, что с этого дня начинается осень. Хотя по календарю еще почти две недели лета. О традициях второго спаса наш следующий сюжет. Это яблоко не случайный гость в коробке с морковью. В День яблочного спаса, его еще называют вторым, принято дарить яблоки. Вот и дарят фермеры друг другу. По народным приметам, яблочный спас считается наступлением осени и преображением природы. После 19 августа ночи становится холоднее. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения. По традиции, в этот день яблоками сначала угощали родных и близких, и уж только потом ели сами. До спаса не ели яблок и не готовили из них блюда. Их даже собирать нельзя было до особого дня. Сегодня, в День яблочного спаса, многие покупатели пришли на ярмарку «Привоз» специально за яблоками. Фермер Константин говорит, утром было несколько ящиков. К обеду почти все разобрали. Большой праздник. Или День преображения называется. Яблочек нету. А яблочек-то очень тут мало. У одного нашли только, а так ничего. А что будете делать? Ой, сделаем шарлотку. Дети любят. Шарлотку состряпаем. Или так. Я ему же вареница подварила хорошего с брусничкой яблочного. Хочу на ужин сделать печеные яблоки, потому что яблочный спас. Яблочки с медом в духовочке. Даже при такой жаре. Скажите, верите, что с этого дня начинается осень? Нет. Нас осень не касается. У нас всегда в душа весна. Что-то такое, что-то с яблоками связано, да? Яблочный спас. Да, да. Знаете, какова традиция яблочного спаса? Надо их резать и есть с медом. Вот это самая главная традиция. Многое от души. Традиции праздновать яблочный спас в семьях этих женщин передадут по наследству. Старину верующие обязательно отмечали яблочный спас днем, а вечером выходили в поле, чтобы с песнями проводить закат солнца, а с ним и лето. Она пославится не только гостеприимством и здравницами, морем и солнцем, но и достижениями в области науки, спорта и искусства. Выпускники спортивных и школ искусств нередко поднимаются на самые высокие ступеньки Олимпа. Героиня следующего сюжета – балерина Елизавета Мавродова, одна из тех анапчанок, кем гордится весь город. История сценической жизни Елизаветы Мавродовой началась с танцевального коллектива «Конфетти» под руководством педагога-профессионала Елены Пилипчук. В прошлом году Елизавета окончила Краснодарское хореографическое училище с отличием и поступила в Московский государственный университет культуры и искусства. Она всю жизнь мечтала стать балериной, добилась своего и стала продвигаться дальше. Время уже пришло расти, сейчас я приехала из Москвы, и вот хотелось бы показать новые свои номера. Это модерн, классику я также не забываю, но модерн сейчас уже развивается больше, и современная хореография людям сейчас более интересна, чем народный танец, хотя я народный танец тоже очень уважаю, очень люблю, и профессиональный народный танец – это очень большой труд. Елизавета год отучилась на кафедре «Балетмейстер-хореограф» факультета «Современная хореография». В Москве в прошлом году получила гран-при международного конкурса и стала лауреатом первой степени. Сейчас она учится на режиссера театрализованных представлений и праздников, и проведение показа студии «Беттерфляй» стало ее первой режиссерской и балетмейстерской работой. Елизавета писала сценарий, поставила дефиле молодежной и патажной вечерней одежды, сочинила и обработала монолог «Муза» на открытии показа моделей. Анапские зрители стали первыми, кто увидел ее премьерные номера «Талисман и зависимость». Нужно отметить, что студию «Беттерфляй» создала мама Елизаветы Инна Мавродова. На создании сценических костюмов ее вдохновляет танец дочери. Хочется сказать огромное-огромное спасибо родителям, потому что, сколько вот помню время своего пути, ни разу меня не заставляли, от меня не требовали ничего. Это все было с такой мудростью, что вот благодаря именно этой мудрости мне хочется еще больше двигаться, рвать все цели и достигать чего-то, чтобы родители много гордились, потому что я знаю, что моя семья в меня верит, а это самое главное. Сольные исполнители песен и танцев, ансамбли «Солнышко» и «Лунопарк» и другие, шоу-театры сотрудничают с «Беттерфляй» плотно на протяжении пяти лет и с удовольствием показали новые и полюбившиеся модели на этом вечере, удобный для выступлений, яркий и дополняющий образ. На этом вечере также со сцены Центра культуры Родина впервые прозвучал творческий псевдоним Елизаветы Мавродовой – «Жемчужная». Весьма символично Елизавета стала еще одной жемчужиной в ожерелье прославленного русского балета. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 20 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 29, 31, ночью плюс 22, 24 градуса. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48-300 и 48-333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова